Канал Сплетники. Три раза в неделю. Самые горячие новости, гламурные сплетни, шокирующие слухи из мира шоу-бизнеса, скандальные истории жизни отечественных звезд, ежемесячный астрологический прогноз для каждого знака зодиака, обзоры модных тенденций, трендовых веяний актуального стиля, секреты правильного питания и тайны неповторимой имиджи звезд. Сегодня на канале Сплетники интересная подборка знаменитостей, которые выходили замуж, будучи беременными. То есть, как говорят в народе, по залету. Это не лучше и не хуже, просто так получилось, что к моменту свадьбы невеста оказывается уже в интересном положении. Джессика Альба познакомилась со своим мужем на съемках фильма «Фантастическая четверка» и через четыре года пара решила пожениться. Церемония проходила в середине мая 2008 года в зале для торжеств суда Беверли-Хиллз и была очень немноголюдной. Жених, невеста и судья. Никаких родственников, никаких папарацци. Причину этой скромности все узнали через три недели. У супругов родилась дочь. Главная блондинка Голливуда Рис Уизерспун встретилась со своим будущим первым мужем, актером Райаном Филиппом, на торжествах, посвященных собственному совершеннолетию. Их отношения развивались так быстро, что замуж Рис выходил на седьмом месяце беременности. Через два месяца после свадьбы у молодоженов родилась дочь. Через четыре года у них появился сын, а еще через несколько лет распалась семья. Но это уже совсем другая история. Бракосочетание актрисы Гвинет Пелтру и Криса Мартина, солисты группы Coldplay, тоже прошла тайна от поклонников и прессы. В присутствии только родственников и близких друзей в начале декабря третьего года в столице Мексики. Дочь молодоженов появилась на свет в середине мая четвертого года, фактически через пять месяцев. Легко можно посчитать, что на момент свадьбы беременность проходила уже примерно четыре месяца. Позже Гвинет родила сына, все прошло как-то сложно, а через несколько лет знаменитости развелись. А вот актриса Дрю Берримор решила не прятаться и выходила замуж за своего третьего мужа, будучи на седьмом месяце беременности. Красивая свадьба прошла в июне 2012 года, было пришло на 200 гостей, родственники журналисты. Специально для нее было заказано подвенечное платье, созданное креативным директором Шанель. Через два с половиной месяца, в сентябре, 37-летняя актриса родила первую дочь, в 2014 году еще одну, а в июле этого года подала на развод. На свадьбе актера Орландо Блума и супермодели Миранды Кэр в июле 2010 года ничего заметно не было. О положении супруги проговорился сам Орландо уже после свадьбы во время интервью и через полгода в январе у них родился сын. Сейчас звездная пара в разводе, но Блум выполняет свои обязанности по отношению к ребенку так, как будто ничего не произошло. Вот такая житейская получилась сегодня подборка, а ваши знакомые попадали в такие ситуации? Если да, жмите палец вверх, попробуем посчитать, как часто это бывает. Подписывайтесь на канал Сплетники, самое интересное впереди! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok